так ребята у нас есть первый улов ездили расставляли ловушки и как раз проверяли те что мы поставили на прошлой неделе у нас есть первый ройчик вроде по массе неплохой я думаю рамочки на 4 будет так что у нас радость ну да мы вечерком приехали сейчас уже как раз летная пчела он сосед у нас такой снимает раи без этого без обландирования короче не надо лениться при раз когда вы развиваете свою пасеку не надо лениться ставьте ловушки успех будет у нас вот сколько недель она простояла и пожалуйста сейчас снимаем и поедем пересадить завтра покажу что там и как происходит не страшно чуть-чуть аюля понедельник пересажу отводки скажите ничего сложного нету зачем это показывать скажу ничего сложного нету но все равно покажу для начинающих вот отводочки на двое суток почти побыли в летней кухне постояли надеюсь что мы отнесли до 700 метров надеюсь что летная пчела не вся вернется ну кое-какие вернуться конечно но большинство останется здесь на другом точке потом покажу как мы здесь немножко подновили порядок вы видели в 10 части что все здесь заросло теперь будем развивать его и углубляться дальше зависимости от скорости нашего развития ладно иду пересаживаю и кстати улья постояли пару дней уже прилетали разведчицы позаселялись сейчас мы их отсюда уберем немножко воровки прилетели на мед стояли маломедные рамочки прилетели воровки вот видите сколько приблизительно и ворует мед как такая ситуация приблизительно в каждом угле ну что начинаем так нашу маточку выпустили из клеточки главное чтобы она была жива все маточка вот меченах отлично видно то есть маточку приняли пускай теперь работает и проявляет себя и свою восьмидесятую линию пускай проявит во всей красе четыре рамки и по одной мы одна малометка а другая немножко полусушь так сказать немножко тянута и гнездо сопротивление с остальными досками клетки открыты на несколько на две-три пчелы для того чтобы не разбомбили отводок но сейчас взято не должны они тронуть этот отводок потому что края не лезут в принципе дымарь не сильно имеют поставлю рамконос открытым и пчелки зайдут в улей по своему запуску все а теперь стандартно холстик утеплитель клеточку карман пригодится семейка номер семь будущая семейка тут такая же ситуация клеточка пустая то есть матки у меня нету посмотрим где наша маточка но и 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 так это наш последний ротчик номер 9 то есть семья уже номер 9 роль который мы поймали в принципе скажу что пять плотных рамок есть в одном две полосочки поставили маточку нашли маточка не меченая вот но по породе не знаю хочу у вас просить вроде как ко мне как по мне местный разлив карпатки вот ну напишите в ваших комментариях что это за окрас вот ну ребята работают хорошо на удивление этот кстати 9 семья будет у нас экспериментальная сосед настоял на том чтобы здесь не менять матку потому что ему там рассказали что лучше местных аборигенов тут мед никто носить не будет но опять таки тут матка роевая я как бы не очень к этому отношусь но я пошел на уступки ему сказал хорошо окей давай сравним так что посмотрим как они будут раскачиваться ну пока пока пчелы много то есть ну думаю можно будет еще меда взять с этой семьи лишь бы не зароились не улетели так пойдем дальше сейчас к этому посмотрим как приняли маточку так ну здесь тоже вроде прием маточки нормальный облепили они ее но очень нравится здесь мне работа смотрите буквально за неделю с овощиной сделали чудеса то есть вузка какие-то продуктивные вузка была обычная овощина а сейчас уже неделька и полностью почти все готово вот ну пчелы мало надо будем усиливать или посмотрим как маточка будет здесь работать наша традиционная рубрика в конце видео это наши расходы так начнем 49 гривен это литковые заградители вот 10 штучек про запах взяли дальше это мы добирали дальше вот накладножка у нас на сумму 3,505 пойдем по порядку ну два дна крыша красим добавляем улья корпус два комбинезона в которых мы ходили вот сейчас отложу пока чтобы было место вот такой вот шуруповерт приобрели это отдельно пойдет потом расскажу так комбинезон полоски к плюс для постановки потому что у нас в отводках не будет не было полосок литковые заградители так сейчас секунду тоже эта штука должна быть всегда в запасе потому что когда когда нужно срочно поставить улья у нас не было запаса поэтому заткнули чем могли так литковые заградители мы кстати используем пластик очень очень отлично себя показал перезимовал отлично не ломается не хрупкие классные литковые заградители мне больше нравится чем железные так тут оттеняю чуть-чуть холстики утеплители но это вот они все для новых ульев тут ничего не будем делать ничего не будем рассказывать утеплителя агроволохно холстики из двунитки так цифры на улья и скреп пульевой да скреп пульевой это для того что с этого мы сделали сделаем чтобы нам на стороне закрывали чтобы не аккуратно не при переноске пчелки не улетели никто не пиханул в погребе ну вообще их используют еще больше всего для корпусов ну и циферки на новые корпуса вот такие циферки самый бюджетный вариант так дальше купили плюс как вы помните мы купили пять маток по 320 гривен это 1600 гривен и купили шуруповерт по скидочке хороший стоил 999 скидка была в эпицентре 725 так и купили такой молоток тоже со скидкой решили не экономить 39 гривен 100 граммовый молоточек так вот козырно выглядит считай что да вот ну и теперь наш баланс